Следующий вопрос отсюда. Здравствуйте, пожалуйста, что такое правь и славь? Где они находятся? Ну, понимаете, здесь трактовки может быть несколько вариантов, и я могу сказать только следующее, что в разных вариантах даются разные трактовки, поэтому не ищите, что мои трактовки будут полностью совпадать с общепринятым, которые вы прочитаете где-то. Просто то, что наши, допустим, предки понимали под миром прави, это понимали систему иерархии космоса. То есть те боги, которые написаны в славянских ведах, к примеру, они находятся в мире прави. То есть миром прави, если правильно на современный язык перевести, это иерархия, слово иерархия соответствует. То есть те люди, которые в своем развитии вышли на уровень творения, они же имеют разные уровни. И если почитаете, то там даже пишут, что каждому Богу соответствует определенная ответственность, определенная, так сказать, возможность того, что они достигли. Почему? Потому что каждый смог развиться до определенного уровня, и вот с этого уровня ответственность идет, несет с этого уровня. И вот они живут в мире прави. То есть мир прави – это не конкретный мир, вот как, знаете, типа, как земля, где вот все собрались и живут в одном месте. Это просто образ именно иерархии светлых сил, в которую, так сказать, попадают те люди, те личности, которые смогут в своем развитии достичь уровня творения. И в зависимости от того, как они двигаются в этом уровне развития, перемещаются, то есть каждый достигает своего потолка. Кто-то выше, кто ниже, кто-то может изменить свой потолок. Вы помните, это то же самое, допустим, Канн писал «Вещь себе». Вот до сели мы можем познать что-то, а от сели до сели черный ящик нам непознаваем. Он и прав, и не прав. Потому что для каждого уровня возможностей, человек имеет, например, качество и возможности, существует потолок того, как эти возможности можно реализовать. И если он дошел до рубежа максимальной реализации своих возможностей, то это не значит, что там дальше ничего нет. Это означает, что он исчерпал потенциал, который в данный момент у него есть, своих возможностей. И для того, чтобы действовать дальше, двигаться дальше, возможно только тогда, когда человек, который дошел, существо, неважно, не обязательно человек, во Вселенной не только гуманоидные формы, должен найти способ изменить в себе фундамент. Вот если он находит, изменяет себя, создает новые качества, которых не до этого не было, он идет дальше, до следующего рубежа. И так далее, до тех пор, пока у него работают коробочки, ну, в той или иной форме коробочки, неважно, он, пока он понимает и может находить решение принципиально новых задач, такое существо или человек будет двигаться вперед. Так вот, эта иерархия существует, и имена иерархии тоже не совсем правильно понимаются. Понимается, что, допустим, многие имена не являются разно всегда заданными. Вот наши предки давали, есть имя сакральное было называемое, имя, которое называют, меня называют, почему даже говорили, меня зовут, не меня зовут, а меня зовут, понимаете, то есть не я себя называю, а меня зовут, то есть кто-то другой называет. Потому что были два имени у наших предков. Имя общее, то есть когда все остальные пользуются, и имя сакральное, которое знали очень немногие, то есть имя сущности. Раньше, вот сейчас самое смешное, Понимаете, что меня иногда удивляет? Люди начинают считать себя ведистами, взяв себе имя любое, какое хотят. Вот понравилось им такое имя? Вот взял его, и начинает вот, я ведист, имя такое пишет. Но это же неправильно, потому что раньше, когда наши предки действительно владели паранормальными свойствами, они, когда ребенку, ему 7 лет давали имя, между прочим, не раньше, подбирал имя сакральное под каждым конкретным человеком. Не то, что ему ввело в голову. Он смотрел, и имя соответствовало сущностью. Потому что уровень развития сущности давал имя, которое резонирует с сущностью. То есть сущность и имя сущности получалось одно и то же. Почему запрещалось и считалось, что сакральные имена очень редко кому, то есть наиболее людям, которые доверяют, потому что сакральное имя – это, в принципе, раздействие, что обнажиться полностью перед врагом, если ты поезд из руки, можно легко было достать, так сказать. Потому что снимается броня, защита, все. И это ключ для того, чтобы войти и действовать. Так вот имя всегда давалось нашим предкам не просто так, о, придумал, а просматривалось и под каждого конкретную сущность в данном человеке сидящем давалось имя. Так вот, это имя тоже не было на всю жизнь. Если человек максимально реализовал то, что у него заложено от природы было при рождении, и шел дальше, то ему потом меняли имя. Каждый новый скачок эволюционный, принципиально изменение, менялось имя. Поэтому имена – это не только имена, потому что, может быть, в многих случаях одно и то же имя, но это не значит, что это просто возникает определенное уровне, а определенное имя возникает. Так же, как, допустим, вот наша предка, понятие был хан, да, это было не имя, это, допустим, чениц хана. Это никакого отношения к имени не имеет, это просто титул. А из него сделано имя. Так и здесь. Имена всегда давались под конкретным существом. И развитие шло. Поэтому в космической иерархии существует множество уровней, и там никто никого не ограничивает, светлая иерархия, по крайней мере. Но, так сказать, каждый занимает то положение, которое он достиг в результате своих возможностей и меры ответственности, которые он в состоянии на себя взвалить. Потому что в светлой системе есть другое принимание. Иерархия, власть, это не то, что ты делаешь, что ты хочешь, что в черной системе присутствует. Типа, понятие власти, значит, я все, что хочу, творю, как хочу, и что хочу, без пределов. Это вот черный подход. В светлой системе, наоборот, власть, это мера ответственности. Кто имеет эту власть, это не власть, а ответственность за всех тех, кто находится под тобой. Ты отвечаешь за каждого и за всех. И ты несешь личную ответственность, если ты сделаешь что-то не так, и вычеркнули, что пострадали другие. Видите, малостью, маленько отличается. Так вот, мир правия, это и есть не физический мир такой, а именно иерархия светлой силы. А мир славы, это, в принципе, по крайней мере, в зависимости, тут сложно ответить правильный вопрос, потому что, в зависимости, в каком контенте это идет, может быть, несколько значений. Поэтому я пока не буду его комментировать, потому что, в зависимости, какой контент, оно может быть одно значение, второе или третье. Потому что, опять-таки, многие слова нельзя комментировать отдельно, потому что, иначе мы теряем смысл. Потому что, и опять-таки, наши предки тоже действовали. Никогда не писали одно слово, потому что каждое слово, или рядом стоящее, они давали друг другу понятие. Но даже вот то, что наши предки вкладывают в словах, и какие слова у наших предков были, говорит о очень многом. Посмотрите, вот слово, к примеру, расстояние, всем знакомое, да? Хорошо, да? Ну, что мы понимаем под расстоянием сегодня? Километры, да? А на самом деле, из-за того, что нам мозги запудрили, и нам, друзья, товарищи, преподают русскую грамматику, не так на самом деле, есть на самом деле, что получается? Получается, что исказали полносеместно. Потому что расстояние, это слово возникло из нескольких слов. Расстояние, стоять от Ра. Что такое Ра, вы знаете, солнце. То есть расстояние, это значит, на ком, на ком удалении от нашего светила находится, допустим, Земля. То есть даже в словах, которые наши предки имели, уже был космический масштаб. К примеру, то же самое далеко, да? От слова «дали». Но «даль-даль» это 1,4 святого года. Святого года, если привести на северный язык. А во что измельчались сейчас наши понятия? Далеко, это вот там, 10 километров далеко, да? Вот за горизонтом не видно, вот мы увидим горизонт, вот это далеко, да? А наши предки совершенно другие слова, другие значения, в смысл вкладывали слова. Вот, в принципе, как раз затронули такие моменты, как раз пришло на ум сказать, что в ближайшее время я заканчиваю новую книгу, которую через несколько книг я сделал, в принципе. Эта книга называется, название уже есть, и она, в принципе, уже завершена, осталось немного только. Называется «Сказ о Ясном Соколе. Прошло и настоящее». Весьма любопытно, потому что, если вы читали «Россия и Крисогла», там кое-что я уже брал оттуда. Но там брал только то, что нужно было по ходу изложения того текста, направление, которое было именно в книге «Россия и Кривых Скалах». Но в этой книге я просто провел анализ полностью всего сказа от и до. От первой строчки до самой последней. И знаете, что забавное самое? Я, естественно, нашел и доказал, что все планеты, которые... Я нашел все планеты, которые Настенька летала в сказке. Все звезды, которые она посещала, они реально существуют, реально на тех расстояниях, которые там говорится, и вплоть до того, что можно высчитать точную дату, когда она летала на другие планеты. С точностью до года, двух-трех лет разницы. И обратно, когда вернулось, то же самое. Понимаете, дело в том, что... И следующий. Потом я, кроме комментариев самого сказа, я еще даю комментарии сказки о уже финсте ясном соколе. И тоже даю комментарии и сопоставляю, что было и во что превратили. Потому что, если вы сопоставите, то действительно, скелет остался один и тот же самый, но, так сказать, наращено все на скелет совершенно другое. И вот в этом плане эта вот книга позволит показать, что наши предки эти сказы действительно были реальными, описанием реальных событий. Я это доказываю сто процентов. Потому что последние исследования астрофизиков и астрономов позволяют сделать полностью. Но это почитайте потом. И вот этим планом это будет, в принципе, я думаю, очень важно. Почему? Потому что пока, что, смотрите, сказ, он отражает абсолютно реальные события. Просто там, конечно, образы добавлены, другие и так далее, наслоения и так далее. Но суть и основа этого сказа это реальные события, которые происходили в данном случае, если перевести на современный язык, в VI веке нашей эры. Неплохо? Вот так. Но это потом в книжке прочитайте. Понимаете? И вот то, почему я это привел, потому что даже в этом сказе и мировоззрение наших предков было космического масштаба. Для них было нормальное понятие, что существует множество цивилизаций обитаемых, что они путешествовали с одних планет до другого, как мы путешествовали из города в город. И это было обычным явлением до определенного времени, до начала ночи сварога. Потом это прекратилось по определенным причинам. Но это было. И посмотрите, какой масштаб был мышление, даже в словах. Расстояние, далее, далее и так далее. И что мы превратили сейчас? Лилипутов по сравнению с теми, которые мы превратили наши предки. Так пора вырастать, нужно полить, знаете, специальной водой, живой, чтобы из лилипутов опять превратились в великанов. Вот мы с вами должны это делать. Следующий вопрос. Продолжение следует...